Роман Цимбалюк Роман Цимбалюк Роман Цимбалюк послание к Федеральному собранию Путина. Там уже пошли мемы военные с выпученными глазами, которые слушают истории о том, что Россия войдет в четверку самых сильных экономических стран мира. Не обошел он, конечно, и вот этих предателей из Европы, из Украины и так далее. Что основное, что ты успел выслушать за последние сколько, полтора часа идет, наверное, этот эфир? Ну, понятно, что вначале он там грозил всем ядерной войной. Очень ему не понравилось о том, что Макрон объявил о возможности отправки именно войск к нам на помощь. Опять же, намекнул, что мы можем бахнуть, ядерная война. Ну, как бы такого особо ничего нового и не было, как по мне. Ну, что там у нас из такого? Значит, трагическими последствиями он пригрозил, да, ну, что... И сказал, что у него ядерные силы полностью готовы к применению. Ну, так себе, на новость. Я бы зацитировал обо в части того, что Запад забыл, что такое война. Это я к тому, что нашим западным друзьям вот надо это слушать внимательно и больше нам помогать, чтобы не вспоминать, он говорил, что это не мультики, в общем, особенно мне понравилось, что, оказывается, Финляндию и Швецию втянули в НАТО, как это интересно. А когда было принято решение о вступлении, он говорил, что, ой, на нас это никак не влияет. Короче, Манищелла врал, вторая основная часть послания, она касалась внутренних проблем, вопросов. Если это все кратко суммировать, он говорил о войне и демографии. То есть, надо рожать, сдавать нормы ГТО и быть готовым отправиться на фронт, чтобы сдохнуть. Ну, ради великого Путина. Извини, Рома, я перебью тебя, а мы это делаем все в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, те вопросы, которые вы нам зададите в первые 20-30 минут эфира, на них мы к концу эфира отдадим ответы с Романом. Поэтому, пожалуйста, пишите в чате ваши вопросы. Продолжай, Ром. Да, в общем, мы там говорили, да, на вопросы мы все ответим. В общем, все прекрасно, значит, родиться и умереть ради Владимира Путина. Вот из такого интересного, значит, вот он у власти вообще-то уже 20-24 полных года, и вот он снова пообещал российским гражданам, что он отремонтирует их школы. Оказывается, в России 18,5 тысяч школ требуют капитального ремонта, и он сделает это до 2030 года. Вот, знаешь, слушаешь это, и такое впечатление, значит, что или люди там тупые, им тут рассказывают про воздушные замки, а вот сколько он выступает эти 20 лет, все те же проблемы, бедность, школы, ну и всякое такое. Короче, нам свое рубы-тое, кто кажет, не на что тут особо обращать внимание. Главный посыл такой, рожать, лечиться, сдавать нормы ГТО и на фронт. Вот что сказал Владимир Путин, обращаясь к федеральному собранию. Все? Так, еще я поняла, что ты был где-то на востоке вообще сам последнюю неделю. Может, ты расскажешь, если ты можешь рассказать, что ты там видел, что слышал, что люди говорят. Тем более, все-таки такое событие, уход на вторые рубежи из Абдиевки. Ну, как это воспринимается там ребятами? Ну, мы были в Славянске и потом вот в Краматорске, оттуда поехали в район Запорожья. Что мы? Занимались беспилотной авиацией, испытанием новых дронов, новых снарядов. В общем, занимались уничтожением российских захватчиков. Ну, это частная история, и мне два дрона подарили, и 80-й бригаде, и бригаде 15-й национальной гвардии. Сейчас, подожди. Не 15-й, извини, а 18-й бригаде славянской. У меня там просто подарок от нее, я вот номер перепутал. Все прикольно. Есть командиры, которые настоящие визионеры, которые на все сложности, несмотря на все сложности, занимаются войной. Никто, как это, бежать, сдаваться, отступать не планирует. Вопрос, наверное, если он стоит, то в части организации непосредственно нашего государства, там, линии обороны, все это очень и очень актуально. Тут, как только время покажет, в ближайшее время, достаточно ли у нас выкопано и укреплено различных инженерных сооружений или нет. Война идет, в общем-то, своим чередом, и, ну, главное, это, наверное, понимание всех, что, если ты наступаешь, что эта территория, она сначала уничтожается, потом то, что там осталось грабиться. Ну, в общем, ничего нового. В общем, если говорить о температуре в армии, то будем воевать, собственно, что тут каких-то вот этих вот, знаешь, там. Всем привет, это Хроники войны с Татьяной Поповой, и сегодня мы поговорим о том, что происходит в Украине, в России, в мире. В общем, если говорить о температуре в армии, то будем воевать, собственно, что тут каких-то вот этих вот, знаешь, там, упаднических настроений, этого близко нет. Познакомился с двумя прекрасными операторами дронов, с позывными «Марио» и «Чеснок», которые на кадры зафиксировали несколько сотен убитых российских солдат, и это вселяет оптимизм. Масса у нас народа занята тем, как это эффективно делать, и, как сказал, опять же, командир этой славянской бригады, вывод и способ тут один. Уничтожать российских захватчиков еще до выхода на рубежи использования стрелкового оружия по нашим позициям. Технологии, технологии смерти, смерти российским захватчикам. Вот над этим мы думаем, и успехов у нас достаточно много, и будем продолжать. Теперь поговорим про главное событие, которое произошло в, так сказать, в оппозиционной России, да, это убийство Навального. Я видела, что ты в своих последних роликах рассматривал и как пропаганда тоже на это реагировала, федеральная. И в то же время ты реагировал, у тебя было интервью с Муждобаевым, где вы разбирали, как реагируют сами оппозиционеры, и что они заявляют в своих выступлениях. Если честно, ты знаешь, я Идера не очень люблю, но вот тут у меня срезонировало вместе с ним мнение. Я тоже была очень удивлена, что ни в первом заявлении на Мюнхенской конференции Навальная ничего не сказала о войне в Украине, о Украине вообще ничего не сказала. И вот в последнем выступлении в Европейской парламенте она только сказала о том, что Путин убивает людей на Украине, и что вы помогаете, но пока вы никак не решили этот вопрос. А потом рассказала про 10 миллионов россиян, которые якобы есть в России против Путина. Как ты объясняешь, почему они такую странную риторику по поводу Украины и украинской войны держат? Ну, знаешь, что касается Идера, Идера любить не надо, а факт остается фактом. Значит, нет никакой российской оппозиции, есть группа людей, которые живут на Западе и ездят по ушам нашим западным друзьям о том, что есть какие-то мифические люди, которые против войны, против Путина, и они действительно есть, только их вклад в развитие событий на земле, он равен нулю. Как, собственно говоря, и самой Юлии Навальной. Ну, я поздравляю, что она теперь главный носитель флага, но на что она может повлиять? Нет никакой прекрасной России будущего, ее банально нет. Вот эта вот фраза о том, что, ну, понимаешь, можно много говорить о эффективности санкций, точнее неэффективности, но вот эти вот пассажи на тему, что санкции против России, они, ну, такие сомнительные в части эффективности, и там есть люди с антивоенными настроениями, а вот надо санкции против окружения вводить, как по мне, там бред, как и бред высказывания на тему, что есть какая-то потенциальная прекрасная Россия будущего, это все просто обман. Поэтому на сегодняшний день влияние этих людей на события в России на Западе, оно равно нулю. В некотором роде то, что они его уморили до смерти, простите за прямоту Украины, пойдет на пользу. В каком плане? При всем моем сочувствии, еще раз, то есть в таком человеческом сочувствии всей смертью, но в чем пойдет на пользу? Потому что, знаете, наши гуттаперчивые друзья, которые думают эскалировать, не эскалировать, выборы у них, не выборы, сегодня они нам помогают, завтра они блокируют наши границы, то когда Путин умертвил Навального, он просто показал всем, что ребята, да мне все равно, кого убивать. Украинцев, русских, в том числе оппозиционеров, отойдет дело и до вас. Собственно говоря, на этом федеральном собрании обращения он об этом сказал, что у нас бомба есть, мы как кухня, обойтесь нас и так далее. Ты заметил, да, что он сказал, что у нас есть вот этот наш несбиваемый кинжал, он показал прекрасные показатели в Украине, а я вспоминаю, как я его держала в руках сбитый, один из первых кинжалов, который сбила киевское ПВО. Там, значит, в его высказывании интересно... Кстати, он подтвердил еще циркон, ты заметил, да? Ну, я так понимаю, что его тоже сбили? Ну, он, как минимум, мы о нем говорили, мы его показывали, по-моему, даже было какое-то такое, что вот это точно то самое чудо-оружие, о котором вы говорили. Но он подтвердил, что они использовали циркон, то есть такие уже не скрывает. Продолжай, извини. Да, рассказывал, что это все не мультики. Ну, местами не мультики, не без этого. У него там была фраза такая, что вот интервенты, они должны помнить историю, ну, понятно же, без нырков в истории тут никуда, когда они зашли на территорию нашей страны. То есть, вот он Украину, то есть, получается, что называют Украину нашей страной. Ну, как говорится, демография его поправит, да. Я хотел покрепче слово использовать, но нет в этом смысла. Поэтому, Таня, вопрос, я бы, наверное, сейчас бы стал по-другому. Не то, что они говорят, а то, что делаем мы и делают наши западные союзники. Между прочим, вот Макрон, почему он выступил публично первый на Западе с такой возможностью, ну, во-первых, ему уже не надо избираться, у него второй президентский срок, но он идет на пенсию президентскую, в каком-то, в 26-м или 27-м году, я уже не помню. И дискуссия эта, она правильная, и она как раз и говорит о том, что систем поражения будет больше. Макрона тут просто полоща так, что мы тут, извините. В российских СМИ, да, я смотрела тоже вчера Соловьева за последние три дня, да, они там просто убиваются. Вспомнили ему все. Оказывается, Эммануэль Макрон, он-то в свое время любил позвонить Путину, а теперь он создает, не создает, а создал артиллерийская коалиция, что там, авиационная коалиция, ракетная коалиция, боеприпасная коалиция. И именно по количеству переданного вооружения Франция занимает там не самые лучшие позиции, особенно если там мерить этими как-то показателями КВП страны. Но сегодня так, а на каком-то этапе будет по-другому. Ну, в общем, война идет своим чередом. Ну, главное, как мне кажется, вот наш командный состав, он должен больше думать над собережением жизни наших солдат и использованием беспилотных систем. И тот офицер, который отправляет солдата посмотреть, что в той или иной посадке ножками, таких офицеров надо увольнять, а в некоторых случаях судить. Вот я говорю о нашей армии, у нас тут свой детизм есть, мы тут все радуемся, что у нас тут в течение трех дней наши хаймарсы сотнями минусуют на построениях российских свинособак. Но я вот помню историю про то, что у нас было со 128-й бригадой. Ром, у нас было одно построение, это было сколько, два-три месяца назад, а тут три построения за неделю. В Волновахе, в Олешковских песках и в Оленевке. Еще раз, в ситуации, когда россиян их больше и не доказано, что они люди, еще раз, радоваться только тому, что мы четко отминусовали несколько десятков российских захватчиков, это, конечно, здорово, но всегда надо задавать себе вопрос, а можно ли самим действовать эффективней. Вот и все. И я не знаю там, что там с этим командиром 128-й бригады у нас, ну, можно было выяснить, но, как мне кажется, вот такие решения, приведшие к таким последствиям, они должны наказываться. Ну, по-моему, это очевидно. Еще раз, нельзя сужать наш взгляд на жизнь исключительно к тому, что, к своим успехам. Те, кто смотрит только украинские телеграм-каналы, где им так красочно под музыку отрывают голову российским свинособакам, они себя в некотором роде настраивают на такой лад, что, ой, как хорошо, как это просто, сидит где-то наш оператор и минусует россиян. Война, она имеет и вторую сторону. И вот если ты на эту вторую сторону не обращаешь внимания, это приводит к трагическим событиям. Ну, и опять же, там Путин сказал, что россияне наступают. Это же правда. Это правда. Мы их на сегодняшний день не остановили. Поэтому, поэтому вот мой этот вот посыл о том, что каждый командир должен думать башкой своей постоянно, он базируется именно на этом. Хотя, еще раз, я подчеркну, что вот в целом мое впечатление, это же как раз из этой поездки, в целом ощущение, оно позитивное. То есть, не то что позитивное, а абсолютно позитивное. То есть, у людей горят глаза и есть четкое понимание, что они делают и для чего. Есть, как они рассказывают, как они, например, ну, это не военная тайна, я так думаю. Ну, допустим, одна из тактик, которая сейчас используется, у грамотного командира, если в бой идет в атаку штурмовая группа из шести человек, например, из шести человек, их деятельность обеспечивает 12 дронов. Вот когда там так устроено, что это значит, что несколько мавиков смотрят, чтобы не было этих оккупантов впереди. Если они есть, сразу туда залетают и в пиви дрон, там и другие есть средства поражения. Вот это грамотная постановка вопроса и постановка введения боевых действий. И еще раз, понятно, что война без потерь невозможна, но самое страшное, вот лично для меня, как человека, гражданина, как военно обязанного, это когда погибли наши солдаты, а можно было этого избежать. Вот когда это происходит из-за стук, как от тугодумия, ну, выводы должны делаться из-за этого. Это же, ты понимаешь, как это не израда, не еще там что-то. Я просто хочу сказать, что спустя два года войны, если ты видишь человека в пикселе, это не значит, что он мегапрофессионал. Это говорит о том, что каждый командир и начальник должен оцениваться адекватно. Ну, по-моему, это понятно и это просто. И никто убежден со мной, спорить не будет. А радоваться уничтожением российских захватчиков, понятно, это масхед, я тоже засыпаю с просмотром телеграм-канала Стерненко и Юры Бутусова, где красивенькие кадры подобраны. Вот. Я только никогда не забываю при этом, что самые эффективные операторы дронов, если у них эффективность 50%, то есть каждый второй дрон только долетает до тела российского захватчика или танка, то это уже мега успешные операторы. Просто никто, почему-то у нас не принято говорить, у нас все думают, что если ты дрон дал человеку, он обязательно долетит и кого-то убьет. Кажется, нет. Ну, это так. Не будем раскрывать дальнейшие сложности ведения войны. Дронов должно быть больше, и, естественно, их надо собирать не на кухнях. Да, я, кстати, прошла в программу про сборы дронов на кухне, но поняла потом, что я не смогу этого делать, скорее всего. Там действительно не так просто и с комплектующими, и со всем остальным. Это просто нужно заниматься, наверное, только этим. Ну, профессионально, мне кажется, что это должно делать профессионально. Что мне понравилось, знаешь, что даже в этой программе там дроны перед тем, как передавать в армию, у тебя их проверяют. У тебя их берут, проверяют, и только тогда отправляют и принимают их как правильно сделанные. Это не высильный дрон для того, чтобы там что-то снимать и так далее. Это средство поражения. Оно должно быть унифицировано, оно должно быть создано по одному образцу, стандартизовано, унифицировано, чтобы не получалось так, как сейчас. Это же гигантский бизнес и очень прибыльный. Ну, война, это действительно кто-то зарабатывает на производстве вооружения. Так вот, оно должно поступать, ну, должно быть несколько операторов, производителей, которые, ну, условно, есть там третья штурмовая бригада. Вот туда должны идти те дроны, которые они выбрали, с которыми они постоянно работают. Не должно быть так вот, что сегодня на одной кухне собрали, завтра на другой, потому что визуально оно очень похоже, четыре моторчика, ну, как говорится, есть нюансы. Вот я об этом говорю. Это вообще доступная история, и все это прекрасно понимают. И бригады, где где командир не идет, а арий, у них, во-первых, есть все в части обеспечения, и есть то количество дронов, которое необходимо. Вот о чем идет речь. У них есть, ну, там есть, каждая бригада сейчас у нас может покупать сама, из-за деньги госбюджета что-то им иногда дают по линии армии дронов. А есть еще раз, если это подразделение с грамотным командиром, с некоторыми традициями, то как это получается? У них есть свои шефы, которые покупают им все, что им надо для уничтожения российских захватчиков. Вот этот вот опыт, он должен просто распространяться на всех. Да, давай, перейдем от ФПВ дронов к самолетопадам. Вот сегодня опять вроде бы то ли два, то ли три даже сушки. До этого А-50, до этого еще порядка семи сушек. Правда, подтверждают не все, подтверждают там через третью, только русские, я имею в виду, подтверждают. Ну, бывают видео, которые уже трудно опровергать. Вот самолет падает, что же вы нам рассказываете, чтобы мы его не сбивали. Как пропаганда вообще на все эти самолеты пада реагирует? Я вот пересмотрела Соловьева, если честно, я там вообще про самолеты ничего не увидела. Они вообще молчали. Не знаю, может быть, я не смотрела первую часть, там, где вот он с этими играющими роль украинцев разговаривает, я обычно смотрю только вторую часть. Там, где есть и бывает полковник Ходоренок, и там, где они больше про международную обстановку говорят. Но ты же смотришь все, я так понимаю. Как реагировала пропаганда на самолетопад? Пропаганда, она интересная. Во-первых, если смотреть долго российский телевизор, то ты поймешь, что в составе Черноморского флота не было никакого ракетного крейсера «Москва» убийц, убийцы, авианосцев. Его просто не было. Как не было БДК Цезарь Кунин, как не было других БДК, как не было подводной лодки Ростов-на-Дуну и так далее. Все эти поражения, они в принципе не фиксируются российскими федеральными каналами от слова вообще. Они об этом молчат. Тут прикольно другая история, что, естественно, потерю А-50 они тоже не признали, но почему-то, если у нас такой, у них так, товарищ производит оружие, некто Чемизов, он заявил, что Ростех намерен восстановить выпуск самолетов ДРЛО А-50. И вот в этом заголовке и кроется вот эта вот зашифрованная информация, что что-то у них с этими самолетами начало происходить, раз им надо срочно их восстановить. Поэтому, конечно, вот мне даже интересно, каким образом непосредственно операторы зенитно-ракетных комплексов, они фиксируют поражение того или иного воздушного объекта. Вот для пущей убедительности было бы неплохо эти моменты как-то публиковать. Ну и опять же, для нас только цифр сбитых самолетов недостаточно. Для меня будет самым эффективным результатом уничтожения российских самолетов типа Су-34 это отказ российского командования применять планирующие авиабомбы. Вот если это произойдет, тогда можно сказать, что да, мы их отогнали от наших передовых позиций, потому что слишком многих убили. Пока еще раз информация о том, что они перестали бросать планирующие бомбы вот эти не поступало. Поэтому опять же, я считаю, что это абсолютно замечательные критерии. А то, что российских пилотов нужно сбивать и хотел сказать не брать в плен, нет, конечно же брать. За них Путин обычно отдает нормально наших военнопленных. Слушай, но я когда последний раз видела российские самолеты, это было в городе Нью-Йорк, как ни странно, на Донечине. И они были от нас, ну то есть они были условно говоря в районе Бахмута, 3-3 по-моему самолета. У меня даже на видео это попало, как они стреляют своими. Тогда у них не было этих кабов, у них были какие-то, ну что-то у них было типа кабов, но наверное не на такое расстояние. Так вот, я их видела и они были максимум от меня в 20 километрах. Мне кажется, на 20 километров они уже точно не подлетают. Ну это наверное тогда это было, если речь идет о Су-25, это наверное речь идет о Нурсах, неуправляемых авиационных ракетах. Сейчас вот эти кабы с этими комплексами, что-то, коррекция и планирование, они, как заявлено, запускают их на расстоянии 70 километров от цели. Ну вот с этим надо что-то делать еще раз. Авдеевка, не только Авдеевка показала, что это эффективное российское оружие, которое забирает много наших жизней. То, что сейчас вот мы уже сколько, последних 10 дней фиксируем какой-то кровавый февраль для ВКС России, это хорошо, но я свое мнение высказал. Значит, мы должны смотреть, как это будет сказываться на поле боя. Война у нас в первую очередь, она все-таки сухопутная, и нам надо остановить их на земле. Для начала остановить, ну а дальше направление движения русского корабля известно. Ну а где наша граница, мы давно знали, знаем и будем знать. Часто, кстати, говорят в последнее время о том, что танки в будущих войнах использоваться не будут. Если честно, мне мой американский товарищ еще лет десять назад говорил, Таня, посмотри, когда у нас последний раз был танковый бой, там, это десять лет назад, он мне говорил, что у нас американская армия последний раз танковом бою участвовала лет десять назад. Вот, а ты что считаешь, дроны уберут танки? Ну, революция уже она в военном деле видна, и очевидно, всем. Я, понимаешь, понятно, что расклад будет меняться, и вот этой тяжелой техники, ее, может быть, если ее не уберут, то технологии ее использования изменятся. Например, многие считают, что ехать на танке вперед в данном случае не особо эффективно, особенно там в обороне, там, может, ФП-Ветрон прилетит и сожгет его. Намного лучше стрелять с капониров закрытых позиций, когда у танка очень четко пушка, очень чет, точно, это снайперская винтовка, только калибра 120, сколько там, 125 миллиметров. Опытные военные характеризовали наше контрнаступление таким образом. Во-первых, опытные военные это все старые наши бригады с именем, им очень было досадно, что новую технику передали в новосозданные бригады, которые, соответственно, личный состав мобилизированный и не имел опыта такого. Так вот, говорят, что танк в капонире и впереди висящий FPVDRON намного эффективнее, чем для работы по наступающим российским захватчикам, чем просто танк, который вот навигается. Я тут не претендую на суперэкспертность, но логика в этом есть. Значит, танки, очевидно, их много построено, и они останутся как это, участникам войны. вопрос их применения. Ну, а в нашем случае, понимаешь, мы должны, ну, как минимум, как минимум, отказаться от использования гражданских автомобилей в военной сфере. Все машины, которые у наших механизированных частях, они должны быть все бронированные. Вообще вот все. И мне кажется, это очевидно. То есть, я не говорю, что это должны быть типа, такие тяжелые, которые там неповоротливые, но сейчас масса есть техники, которую мы потестили, и американскую, не только, которая в случае там попадания того же FPV-дрона, она спасает жизнь людям, которые находятся внутри. А если это L200 или любой другой производитель, просто гражданский джип, последствия немножко другие. Ну, опять же. Ты, наверное, слышал эту историю о том, как поляки задержали Михаила Ткачажа, журналист украинской правды на границе Польши и Беларуси, где они делали репортаж о том, как Польша через Беларусью торгуют с Российской Федерацией, вероятнее всего. Ну и вообще вот эти все протесты фермеров, я тебе честно скажу, я записала для других СМИ иностранных порядка десяти интервью с послом Дещицы, с послом сегодняшним. Посол Дещицы, это бывший посол в Польше, бывший министр иностранных дел Украины, с польским политологом, с главой ассоциацией перевозок, перевозчиков Украины, просто с частным перевозчиком, просто с пограничниками нашими и так далее. Это, конечно, ужас. То есть есть точные подтверждения о том, что партия Конфедерация, которая организовывает эти протесты, о ее связях с Россией. Бывший глава партии вообще ездил в Крым, ездил в Москву, клейма негде ставить. Там еще есть часть политиков других, которые тоже ездили в Россию, получали, видимо, какие-то разнарядки. Вот этот глава Маклер, компании Маклер, он же первый организатор вот еще прошлогодних митингов, он вообще раньше возил товары в Россию, то есть он финансово заинтересован в работе с Россией и тоже член партии Конфедерация на региональном, на федеральном, не на национальном уровне, а на региональном уровне. И тем не менее польская полиция вместо того, чтобы организовать Маклера, который высыпал зерно, что является преступлением, она арестовывает Михаила, ну не арестовывает, задерживает Михаила Ткача на 4 часа. Как ты это все понимаешь? Несколько тут есть уровней. То, что сейчас происходит с нашими польскими соседями, это называется начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Когда этот вопрос станет еще в такую практическую фазу, будет очень сложно нам с поляками, потому что они рассматривают Украину как своего конкурента, и все эти вот рассказы о том, что поссориться это идиотия, это будет предметом долгих и долгих дискуссий. Да, действительно, возникает вопрос, а где же полиция? Польская правоохранительная органа, спецслужбы. Насколько я понимаю, связано в некотором роде это с тем, что у них там местные выборы, и Дональд Туск очень сильно переживает, что ПИС возьмет верх, и в общем они там потеряют свое большинство. Ну, знаешь, как тоже не первый раз, когда мы зависимы от каких-то избирательных процессов в других странах. Все разрулится, послушай, все разрулится, соседи у нас много, есть страны, с которых у нас очень ровные отношения. Самое интересное, вот, когда Туск заявила, давайте-ка закроем границу вообще, я так вот подумал, а может быть, действительно, давайте ее закроем, потому что я так сильно много продуктов не покупаю в магазине, но уже смотрю, чтобы это были не польские продукты. У них с нами положительная для них сальдо, они продают где-то полтора больше продуктов у нас, чем продаем мы, но они же, вот те все вагоны, которые они открывали, по которым не нашли виновного, хотя виновное за первое рассыпание зерна, это явно Маклер, и его группа, которая там все организовывает, потому что он у себя это постил, но эти вагоны, они же шли в Германию, они же даже не шли в Польшу. Еще раз, это такой политический аспект, это резонирует с внутренней политикой, плюс в некотором роде уровень образования части польского уровня, польского общества, такой же, как и в Украине, то есть сказали, что вот украинцы виноваты, ну и для них раз, и украинцы виноваты, то, что в это же время количество продуктов, питания, сельскохоз продуктов из России и Беларуси транзитом через Беларусь идет значительно в большем объеме, никого это не интересует, потому что никому не показали пальцем на них, а эти долбаные конфедерации, они же, ну, то, что они эти, как это, псы Владимира Путина, это даже видно, знаешь, они хотят блокировать границу с Украиной, думают о том, чтобы блокировать границу с Литвой, а с кем они не блокируют, а вот про Россию чего-то не вспоминают, ни про Беларусь не вспоминают, и я вот так вот делаю с снисхождение в части того, что у них там эти местные выборы, и у ТУСКа это аграрная партия в коалиции, и ему тоже очень как-то непросто так вот махать шашкой, но иногда это вот приводит вот к таким вот странным вещам. Еще раз, если наши соседи будут себя так вести, то, понятно, импорт масса товаров в Украину будет, только это будут не польские товары, а, допустим, я не знаю, там, французские, немецкие и так далее. Поэтому, да, договоримся, очевидно, там, время на переговоры о вступлении в Европейский Союз у нас много, но выглядит это, конечно же, отвратительно, то есть, хочется сразу задаться вопросом, вот эти вот польские граждане, которые принимали украинских детей и женщин, которые бежали от войны, и вот эти вот мужчины, это точно одна страна? Или тут у них там несколько этих государств Польши? Я вот... Роб, слушай, напомнишь, да, про альтернативы для Германии, там все как-то возмущались, ну, как бы возмущались, что у них такие месседжи, там думали, может, мы чем-то неправы и так далее. Вот сейчас уже выложена переписка, инсайдер, причем российское издание, выложила переписку между ФСБ и там каким-то политологом, работавшим на альтернативы для Германии, где четко доказано, что им россияне отправляли месседжи. Они им письма к Шольцу по запрету передачи Украине танков писали. Чему мы удивляемся? Ты думаешь, Польша по-другому? Ты думаешь, люди, которые ездили в Крым, которые до этого торговали с Россией прекрасно, пытались снять санкции против России, думаешь, у них как-то по-другому все? Ну да. Все понятно и очевидно, но еще раз, я сторонник того, что здравый смысл возьмет вверх. Будем смотреть, возьмет ли он здесь вверх. Так, у нас еще одна история Приднестровья, которая вчера заявила о том, что оно хотело бы как-то помощи со стороны России, чуть ли не присоединиться к России, что-то такое. Ну, подноготно у всего этого экономическое, потому что Молдова потребовала наконец-то ввести пошлины на товары, которые идут из Приднестровья в Приднестровье. Но они пытались в ответ на это сказали там «Россия, прийди». Реакция нашего МИДа такая очень спокойная, советую мне разжигать территориальные конфликты, потому что иначе нам придется вмешаться. Какая-то она такая, знаешь. А реакция российского МИДа вообще непонятная. такая типа «Мы сейчас будем думать». Все уже думали, помнишь, был прогноз, что Путин на федеральном собрании объявит о присоединении Приднестровья к России. Непонятно, каким образом, но тем не менее. Но ничего он такого не объявил. Значит, каждый молдавский гражданин, который смотрит наше с тобой видео, по завершению эфира, если он верит в Бога или не верит, должен отправиться в церковь и помолиться за сброй не силы Украины. Все эти истории, значит, в Приднестре, оно же не просто так воспалилось. Это, кремляди говорят, видите, у нас мы тут еще можем разжечь войну. Вот этот вот съезд с непонятной повесткой, никто не знал, что они там будут принимать. И все думали, что вот они обратятся к Путину включить ее в состав России. Но приняли какой-то беззубый документ о том, что кто-то нас угнетает, непонятно кто и что с этим делать тоже непонятно. Ну, и отправили это в Красный Крест. просто такое просто ничего. Почему никаких серьезных заявлений не звучало? Ну, потому что есть вооруженные силы Украины и вопрос о аннексии и оккупации Приднестровья и записи это в Российскую Конституцию станет в случае, если не станет государство Украина. Знаешь, я вот еще работал в Москве там один деятель он говорил почему Россия никогда не признает Приднестровья. Ну, это было какое-то количество лет назад и эти условия сохраняются. Если бы у нас была бы общая граница вот шириной 3 метра тогда бы сразу бы признали на вопрос а почему 3 метра он говорит это как раз достаточно, чтобы российский танк проехал. Вот и все. Поэтому они там могут щеки надавать сколько угодно там, я не знаю, завернуться член завернуть в российский флаг и рассказывать, что Путин мы с тобой, но расклад такой, это территория со всех сторон окружена и границы Украины и соответственно Молдовой. Молдаване, я так понимаю, тоже особо сильно не желают как это вот этого объединения, потому что у них и так их качает в части выборов, а тут еще добавят этих людей, которые 30 лет смотрели российский телевизор, ну сразу будет понятно к чему это все идет. Нам же и так проблем достаточно, если они нам будут какие-то провокации там еще что-то, их просто как бы это правильно сформулировать, у нас достаточно средств поражения, чтобы их угомонить всех, все это прекрасно понимают, но если мы российскую армию держим, то там вот эти местные пенсионеры и местные любители вина, которые обладатели 4 или 5 паспортов, если кто-то думает, что там все желают как это умереть за Путина, это ошибочное мнение, так там так сложилось, так оно замерло на 30 лет, вот это вне времени и вне пространства, так вот оно осталось, но думать, что там какие-то там супер корпуса, дивизии, которые там не знаю на Одессу пойдут, я не думаю, еще раз там на карту посмотрите, у нас вся территория Приднестровья, она простреливается и не знаю, чуть ли не с автомата, ну конечно с автомата нет, но артиллерией, которой мы обладаем, ну на сегодняшний день это для нас не угроза, а как видишь, Кишинев же тоже особо не нагнетает, хотя хотите восстановить территориальную целостность, вот сейчас для Молдовы уникальный шаг, проводите там полицейскую операцию, всех разоружаете и все, но тогда имейте ввиду, что вероятность то, что полетят ракеты на Кишинев, как на Киев, ну да, да, это цена, вот она такая, ну кажется, никто ее платить не хочет, может быть и правильно, еще раз, я тут, там, Хаймолдоване сами разбираются, это не наша территория, нас интересует Крым, ну и далее по списку. Кстати, вот вчера появилась информация о том, что комитет Софеда провел круглый стол на тему идеология украинства как основа проекта формирования антироссии, на нем прозвучала идея приравнять политическое украинство к экстремизму, замглавы второго департамента стран СНГ, Йолкинг констатировал, что проблема этого явления многогранна, не до конца изучена, при этом, по мнению дипломата, нельзя сваливать в одну кучу режим власти на местах и народ, также он считает, что украинство это и антироссия, и бандеровский не нацизм, а как с ним бороться, отцы и деды показали в 45-м году, а ведущий эксперт института стратегических исследований Неменский ответил, что не бывает хорошего украинства, поскольку в любом варианте оно является этноцидной идеологией, для которой характерно неприятие собственной истории, восприятие ее как рабство, борьбы с угнетателями из Москвы, в то же время Неменский призвал разделять украинский национализм и нацизм, поскольку с научной точки зрения первый возник гораздо раньше. Неменского я знаю. Что это вообще? Что они ищут уже? Послушай, можно даже это не обсуждать. Все эти заявления такого фашистского толка, они научная конференция, давайте обоснуем, почему мы убиваем граждан Украины, вот как это перевести на понятный русский язык. В этом плане было сказано достаточно, когда они начали полномасштабное вторжение, на сайте РИА Новости друг этого Неменского, еще один Мудила опубликовал текст, который назывался «Что нужно заниматься деукраинизацией и деевропеизацией Украины». Слов там много, умных, не очень умных, смысл их один. Это уничтожение украинского этноса. Значит, когда мы не чел, Владимир Путин говорит про один народ, что он имеет в виду? Что украинцев быть не должно физически. Ну, кажется, сейчас в этом ни у кого сомнений нет. Это плохая новость, хорошая новость, что мы всех российских оккупантов здесь перебьем. И да, из повторения истории, как было сто лет назад, когда Украина потеряла свою независимость, не будет при всей сложности на фронте. Это, кстати, все понимают. Это все понимают. Даже там на болотах. Даже Оля Скобеева говорит, типа, ой, да, ну, хотелось бы присоединить Приднестровье, но там же Украина посередине. Поэтому у нас нет в ходе этого послания, он же вообще начал с важного, с минуты молчания, которая длилась 15 секунд по погибшим. Ничего себе, чувак. Так, оказывается, ты в бойню затеял. Ну, и далее, после минуты молчания, я всегда люблю слушать Путина, когда он рассказывает о демографии. Вот, что у них там средний возраст жизни будет 80+. Вот этот бред надо накладывать как бы на... На фотографию того военного, который у нас на обложке с выпущенными глазами и подписывать пилот ИСУ по поводу среднего возраста 80+. Ну, да. Так, у нас есть вопросы к тебе. Я начинаю их тогда задавать, если ты не против, а ты, пожалуйста, начинай отвечать. Итак, первый вопрос. Как насчет русских соединений в составе украинской армии в качестве оппозиции? Ну, имеется в виду РДК, Легион Свобода и так далее. Ну, они у нас есть, и Легион Свобода, и Добровольческий корпус, все это понятно. Я не знаю, насколько они многочисленные, мне кажется, не очень, если честно. глобально, как мне кажется, ну, может быть, как на данном этапе войны вообще этнические формирования, они, я не уверен, что они эффективны. Вот честно тебе скажу. Может, тут кто-то должен, должен из специалистов сказать, ну, вот условно, давай вот так, вот есть вот фронт, есть у нас там, допустим, бригада исключительно из граждан России. Но, как оно будет? В случае чего, оно просто так заложено внутри, эта мысль идет, что, ну, лучше-то, допустим, самое страшное задание отправим этих этнических русских или россиян, а не своих, правильно? Ну, так вот оно где-то вот тут вот, под коркой. Не знаю, мне кажется, они как раз работают вот туда, когда нужно зайти в Белгородскую область, в Курскую область, они вот там нормально работают. Их там же совсем будут по-другому принимать, чем украинцев, понимаешь? Еще раз, там эта история на сегодняшний день, ну, еще раз, это немногочисленная какая-то история. Они воюют, украинская армия, и они в составе украинской армии. То есть, если этих людей будут принимать в большем количестве, то, как мне кажется, создавать исключительно русское подразделение, ну, наверное, на данном этапе войны нелогично. И у нас тут масса иностранцев, все иностранцы должны служить, как мне кажется, в наших подразделениях, и, соответственно, не будет вот этого, как это, этнических всяких этих терок, которые могут быть. на сегодняшний день, что, они что же, покапывались в Белгородской области и в Смоленской, в том числе, последние месяцы заметил, что никто линию фронта не переходит. Почему? Потому что слишком рискованно, намного лучше прилететь на беспилотники и ухайдохать российских свинка-собачка. история, вот если говорить не о, скажем так, политических шагах, там, пиар-шагах, а непосредственно ведение боевых действий, ну вот, я вам свое мнение сказал. Еще раз, его надо верифицировать у других военных экспертов. Можешь спросить у кого-то еще из своих гостей, насколько вот эти этнические подразделения, они, скажем так, с их создания целесообразны. Ну, мне кажется, учитывая, что ВСУ их создает и создает, то, наверное, они считают, что это целесообразно. Но воюют почему-то только украинцы. Не только украинцы, Ром, но я... Мы писали чеченцев на линии фронта. Я ездила с легионом на линию фронта. Это все понятно, Тань. Значит, основной, основная тяжесть войны, она лежит на гражданах Украины. Потому что иностранцев здесь не так много. Вот что, о чем я говорю. И на сегодняшний день нет такой силы, которая, которая, условно говоря, вот тут у нас есть иностранное подразделение, оно там идет и херачивает всех подряд. Такого нет. Или это большая... Просто о другом. И мне кажется, вопрос здесь, а знаешь о чем? О том, что вместо того, чтобы вкладывать деньги в какие-то непонятные, красивые, модные офисы в Вильнюсе, какие-то еще непонятные форумы и так далее, может быть, лучше пусть это же русская оппозиция вкладывается в эти легионы, в РДК, кому во что нравится. Там есть еще сибирский батальон, чеченские батальоны есть. Вот вкладывайте лучше туда, потому что это реально что решает. С этим понятно. Я думаю, что вопрос он именно скорее об этом. Так, еще один вопрос к тебе. Относительно спича Навальной, она боится назвать нашу страну Украиной, она назвала ее как-то аббреватурой, соседняя мирная страна. Она этим как-то схожа с Путиным, который боялся называть имя ее мужа. Нет у меня комментариев. Если честно, мне это вызывает какое-то такое в некотором роде отвращение. Значит, эти ребята почему-то думают, что из Вильнюса они на каком-то этапе перелетят в Киев и на украинском танке в компании Абранс мы их подвезем к Москве и завезем их в Кремль. других вариантов им вернуться в родную Гава нет. И вот эти все высказывания, эти половинчатые, прекрасная Россия будущего. Слушай, она даже не может попасть на похороны своего мужа. Даже это. О чем можно говорить? Еще раз, они не субъекты. То, что западный мир всегда будет играть в эту историю с хорошими русскими с точки зрения мягкой силы, каких-то таких геополитических раскладов там с лагом 10, 20, 30 лет, что не все россияне ненормальные. Действительно так. Логика в этом есть. Но на фронт это не влияет. И они вообще ни на что не влияют. Будут они влиять на что-то? Едва ли. Есть такой немножко нервный вопрос. Как? Запасные рубежи не построены, мне кажется, что про непостроенные запасные рубежи говорила только Латынина. Почему-то, в чем она там разбирается, откуда она знает. Тань, я думаю, что критерий должен быть другой. Не Латынина, значит, информация с линии фронта, их два. Это оценка наших военных. Она разная. И дело тут не Латынина, и насрать на Латынину. Она разная. И не везде все было построено вовремя. Историю про Бахмут, где не было вторых линии обороны, это что? Это, по-моему, уже ни для кого не секрет. Я же не просто так акцентировал внимание на том, что командир должен думать своей башкой и не продолжением шеи. Нет, не из-за как это, тезис, он как это возник не на основании чтения Фейсбука, а на основании других данных. И сейчас эффективность этих рубежей, вот она проверяется, пока они нас давят. Если этот процесс продолжится, тогда ответ будет очевиден сам по себе. Ну, еще раз, у нас есть масса адекватных командиров, и командующих в том числе. Так, на секундочку. критерии, я кого интересно про рубежи, мы вчера с Самусем об этом говорили, насколько я понимаю, они неким образом привязаны к местности, они, естественно, не были прямо под Авдеевкой, они были там, где это было эффективно с точки зрения географии, топографии, в том числе. Еще раз, это война и задача убивать российских захватчиков. Если отступление, наступление, все это возможно, тактическая обстановка может этого требовать. Критерий будет, мы остановим наступление или нет. Ну, я думаю, это тоже очевидно. Мне не нравится высказывание, отошли на более выгодные позиции, чтобы сохранить жизнь своих солдат. Потому что с Авдеевкой мы не хотели отходить, мы не смогли удержать этот город. Это тоже очевидно. Вот командующий нас сказал, что выводы по поводу Авдеевки сделаны. Он же не сказал, что мы... Да, нахер... Как у нас один деятель, который недавно перешел линию фронта в Штатах, теперь вещает из Штатов. Он говорит, так, этот город, этот, какая-то попасная, забирайте попасную, забирайте Волноваху, забирайте Авдеевку, это все не имеет никакого значения, это не стратегический город, этот не стратегический город, а где тогда стратегический город? Мне кажется, он уже там с латыниной, то что он сейчас несет, вообще я не могу это слушать. Они там уже, знаешь, до чего договорились, я вчера просто, у меня аж прям из ушей пар пошел, значит, разговор такой, что вот таким, грустным голосом она говорит, конечно, украинцам было бы проще уступить Владимиру Владимировичу столько, сколько ему нужно, стать меньшим государством в меньшем объеме, но меньше бы же людей погибло. Я ее слушаю, думаю, ты вообще, ты посмотри, что в Буче было, что значит меньше людей погибло. и нарисовал. Видно, что я нарисовал? Дырочку какую-то, не знаю, что это значит. Кроличью нору? Да. В общем, не ее собачье дело. Вот и все. Вот это вот уступить Владимиру Путину, а где ему надо уступить? Вот и сейчас, смотри, сейчас россияне, вот уже они на фоне этого послания говорят, что мы готовы к переговорам по поводу с Украиной. Мы снова готовы давать в Турции встречаться и будем вести переговоры, как, значит, позиция России. Обязательство по нейтральному, внеблоковому статусу, отказ от размещения на своей территории иностранных вооружений, включая ядерное. Ну, с ядерным бог с ним, его тут нет и, очевидно, не предвидится. Ну, что мы слышим вот это вот разоружение, отказ от того, отказ от всего. Теперь вопрос. Это, блядь, будет гарантировать того, что вот на этом Путин остановится? Или она скажет, вы знаете, мы русские либералы, у нас тут постоянно свербит украинский вопрос. Не этим тварям рассказывать нам, что нам делать. вот правда, которые ничего и ни на что не влияют в своей стране. Ну, по-моему, по-моему, это очевидно. И вот эти вот рассказывают, типа, это же вот это нашептывание. Ну, Путин, он же такой, типа, давайте мы оставим это, давайте мы отдадим, давайте эту, Латынину отдадим Путину, отдадим Латынину Путину, и тогда посмотрим, что будет дальше. И вместе с Арестовичем. Я, в принципе, даже не против вместе с Арестовичем. Кстати, Алексей Арестович, он может быть прекрасным лидером российской оппозиции. Обаятельный, симпатичный, не хуже, чем Алексей Навальный, тоже Алексей. Пусть на него Юлия Навальная присмотрится, а чего? Вышиванку снимает в случае чего. Одевает косоворотку быстро, берет балалайку. Поэтому, еще раз, они у меня вызывают, если честно, просто омерзение. Вот эта вот категория на людей с российскими паспортами, которые делают вид, что вот, ну, намек такой, что, ну, ну, да, Путин не прав, но все-таки, ну, не так же все однозначно, так. Ну, Крым, ну, это же наша, и Донбасс, это же наша, а если не наша, то наша, потому что, ну, мы, потому что мы Россия, потому что мы русские, потому что мы, мы имеем право убивать, а вы нет. Ну, я такие подходы не отделяю. Слушай, а ты заметил, кстати, что больше стало риторики про убивать, но там, прям вот в Европе, там этот Евич, он, правда, и так был палачом, он этого, Светана пытал в свое время, мне Светан рассказывал, он вот вообще выступил недавно, там аж лойка прям упал на землю, спросил, что это за человек, а он там говорит, в Париж зайти, и их убить, и заселить русскими, в Гверлин зайти, и там всех убить, и заселить русскими. Такое, откуда эта кровожадность? У Соловьева я слушаю, я же говорю, я еще, я украинскую часть не могу слушать, ну, у меня просто нервов не хватает, а вот эту вторую часть я просто смеюсь и слушаю, на скорости, правда, 1,75, но тем не менее. Нацистское государство. но они начали угрожать европейским странам напрямую, вообще напрямую. Молодцы, я, кстати, считаю, что от этих угроз для нас больше пользы, чем наоборот, если честно. То есть, еще раз, они всячески подчеркивают, ну, они пойдут, пойдут туда, куда смогут. Поэтому, для начала выдаем Латынину, Путину, кстати, как тебе идея, Арестович, лидер российской оппозиции? Мне кажется, он среди них имеет достаточно высокий показатель и знания, и доверия, потому что в Украине-то у него рейтинг недоверия один из самых высокий, по-моему, выше, чем к Порошенко и, по-моему, даже выше, чем к Нестору Шуфричу, я видела недавно какие-то данные. Ну, вот, готовый человек, а потом, когда он заедет в Кремль вместе с Юлией Навальной, распустит Российскую Федерацию и получит все медали от Гура до СБУ и скажет, ну, что же вы меня хейтили, Татьяна Попова. И мы с тобой будем извиняться потом, да. Но это если такое задание. Ну, да. Ну, что-то мне подсказывает, что все в жизни обычно значительно проще. Если человек мудак, то это не важно, он русскоязычный, какой у него паспорт. вот эти вот псевдоаналитики характеристика дана. Да. Так, ну, тут у нас еще из вопросов, даже не вопросы, а скорее-таки, кто еще остался из украинцев для битья у Соловьева. Я их фамилии не знаю, ребят. Не знаю, может, Рома знает, но я их не знаю. Нет. Мои знакомые Вася Вакаров-то. Его некоторые называют половая тряпка. А, знаешь, у него кто появлялся этот Семченко, Семенченко, как-то так, Семченко, по-моему. Он когда-то в налоговой у нас работал. Такой странный персонаж. Я их всех знаю. Значит, эти люди, они переехали жить в Москву. Они с вероятностью 99% получили российские граждане паспорта, и они не украинцы. И если они играют роль украинцев, это не значит, что они не украинцы. У них там как, у них они забрали детей, там, и у кого они есть. Жен, у кого они есть, и так далее. Другая история. Вот человек имеет право, на самом-то деле, вот если они так поступили, это вообще идеальный вариант. Хочешь жить в Рашке, переезжай, ты же, ну, я, вот в данном случае, я вообще говорю, без какого-либо там издевки или иронии. Вот я, например, хочу жить в Украине. Я всегда работал в Москве, когда я знал, что я, у меня мой дом здесь, это моя страна, я покупал квартиру в Киеве, а не в Москве, хотя у меня возможность была, и причем, ну, потому что я знал, зачем мне квартира в Москве, если я здесь в командировке. Понимаешь ли? А вот у людей некоторые строят свою жизнь в России, и, ну, хай строят. Главное, чтобы это знали, что в случае чего котик Гюнтер Прейден и Иваны сдохнуть. Если будут себя плохо вести, если будут козни строить в нашей прекрасной Нэнсе. Кстати, из козни вчера было очень смешно по поводу Царев написал, и даже не написал, он выпустил видео о том, что все, как бы у нас, вот, конечно, на внутреннюю аудиторию пропаганда российская неплохо работает. Но, говорит, ну, украинцы, украинцы, нам же нужно достучаться до их душ и сердец, да даже Геббельс в фашистской Германии влиял на зарубежную аудиторию, а мы же ничего не делаем. И такой именно, знаешь, и в этот момент я это смотрю все, и в этот момент воздушная тревога. И я такая думаю, товарищ, ты не понимаешь, что когда, как это, хорошая реклама ускоряет провал плохого продукта, у вас плохой продукт, вы ракетами стреляете, какая вообще достучаться до душ и сердец украинцам. Послушай, я вчера шел по улице и заработала воздушная тревога. Я подумал о том, что, окажется, Путин хочет меня убить, меня и миллионы граждан Украины. По-моему, далее, как это, достучаться сильнее, чем достучался он в этот момент, невозможно. Все. Так, у нас еще, конечно, тут есть всякие сплетни и вопросы про F-16, но мы на них отвечать не будем. Пусть F-16 отвечает ВСУ по российским объектам военным. В части сплетен скажу только одно. Некоторые военнослужащие F-16 видели, видят в течение последнего года в воздухе и вот они их видят или говорят, что очень похож на F-16. Вот очень похож, наверное, он уже есть. Ну, так психология работает, что есть что-то, которое поможет. Конечно, когда ты на первой линии, тебе не только F-16 будет казаться в ней. даже есть видео, мы вчера выложили, кстати, его есть видео какого-то якобы НЛО, которое разошлось. Ну, это тоже, опять-таки, у россиян есть разные версии, что уже какие-то самолеты стелс летают по просьбе ВСУ, залетая откуда-то из Европы. Не будем их расстраивать, пусть верят. Так и есть. Пусть верят. На этой прекрасной ноте напоминаю, что с нами был Роман Цимбалюк. Подписывайтесь на его соцсети, они будут по ссылке в описании к этому ролику и на его YouTube-канал. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и группах. И увидимся на следующей неделе. Спасибо, Рома. Пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова